Мы продолжаем съемку на фестивале Veda Life Утренняя йога На улице идет йога с разных местах Достаточно много йоганов и йоги Поскольку йога популярна, занятия, это очень здорово Через йогу люди приобщаются к духовности И один из примеров того, как через йогу можно приобращать людей в духовность Является йога ситхов Йога ситхов, йоги баджан, который создал комплекс Создал, собрал комплекс упражнений по йоге Назвал ее кундалини-йоги И таким образом через кундалини-йоги приобщается много людей И ситхизм, сами того не зная, постепенно они вовлекаются в религию ситхизма Но, тем не менее, это здорово Когда это происходит сознательно Напоминаю, что мы находимся на базе На базе Славуточ Это город Киев, Труханов остров И такой вид у нас идет с берега Днепра И проходит четвертый день Сегодня уже 30 июля Суббота Проходит фестиваль Веда Лайв 2016 Фестиваль Веда Лайв 2016 И мы делаем краткий обзор Здесь у нас детская площадка Много мероприятий Музыка была целую ночь Сначала были барабаны Бей барабан, бей барабан И после барабанов у нас шла музыка Простая музыка Современная музыка для большинства посетителей этого сказочного города Веда Лайв Продолжаем вид Вид набережной Днепра Это у нас подол И здесь у нас такие прекрасные лотосы Смотрится очень естественно Очень красиво в этой растительности Водичка подубыла у нас И такое ощущение, что выросли просто гигантские лотосы Замечательно Прекрасное место Напоминает, мы находимся на острове Труханов Труханов остров Город Киев Второй год подряд проводится здесь фестиваль Фестиваль Веда Лайв И здесь у нас главный пандал И вот идет арбуз полный гиблицидов Или как они там называются Пестициды Главный пандал Где проводятся основные мероприятия Основные лекции Ведущие, которые ведут Махараджи И также здесь вчера была тусовка У нас танцевали под звук барабанов Что еще мы скажем Доброе утро всем С вами снова Ярослав Мудрый Воронцов Я веду репортаж Репортаж, да, громко сказано Репортаж Из фестиваля Веда Лайв Который проводится в городе Киеве Напоминаю Сегодня четвертый, excuse me, третий день Завтра четвертый, тридцатый июля Что было за это время? За это время прошло Какие мероприятия прошли за это время? Мероприятия Значительные мероприятия были вчера Был круиз Круиз на двух кораблях По Днепру Которого было достаточно много людей Чем я занимаюсь здесь? Я делаю служение Снимаю фото, видео Для того, чтобы рассказать больше Об этом фестивале И тем самым Что мы делаем? Мы просветляем Обычных людей Рассказываем о Ведической культуре Ведической культуре Которая Помогает людям Приблизиться к ведам Разных путей Да, есть разные уровни Ведической культуры И для каждого Они разные Ну, начать я бы с первого класса Достаточно много Что нужно сказать Что достаточно много здесь Людей Много людей посещает этот фестиваль На сайте Регистрация на сайте Порядка 28 тысяч Достаточно большое количество Зарегистрированных На фестивале Это просто замечательно То есть Что лучше Можно еще Придумать Для того, чтобы Пропагандировать Ведическую культуру В нашем обществе Через такие мероприятия Когда Простые люди Горожаны Просто могут Прикоснуться К этому Мероприятию К пониманию Ведическая культура Через такие Массовые Концерты Концерты Совместные воспевания Проводятся Постоянные Походы Хождения С воспеванием Мантр Через лекции Через семинары Через йогу Через все Никогда не были знакомы Многие из них С ведической культурой И именно через Такие мероприятия Есть возможность Познакомиться Ближе К нашей Исконной культуре Ведической культуре Наших предков Конечно Сегодня Это не славянская Ведическая культура Но Суть какая Ведические знания Они Есть Ведические знания Я сказал бы так Что они Просто записаны На разных Библиотеках Но Идея та же самая Это Ведические знания Наших предков И Слава Богу Что есть сегодня Знания Хотя бы Ведические Которые Остались В полном собрании В Индии Поскольку Славянские Ведическая культура Которая была У наших предков Она уничтожена Полностью Или может быть Почти полностью Но по крайней мере Знаний Собранных Таких Целенаправленных Комплексных Идущих От славянских Ведической культуры Сегодня я Не знаком Есть пару книг Феникс Что-то такое Еще Какие-то Пару книг Написанные Современниками Современниками Что уже Можно сказать Что конечно же Она далеко Не является Первым источником По сравнению С теми Ведами От основы Хотя бы Багавадгита Шастры В Шиматбагава Там Достаточно Много Литературы По ведической культуре Которые Комплексные Систематические И открывают Все стороны Ведической культуры И вот таким образом Мы можем Подволить Себе И другим людям Ознакомиться С ведической культурой И еще раз Хочу Подчеркнуть Что вот такие Мероприятия Которые Проводится Веда-Лайф Это Просто Замечательная Прекрасная Развещать Людей В области Ведической культуры И вот еще Один Розоцветлая Матаджи Которая Считает Монтреп Вемена На ходу Как же Можно Ее не Занеслить И Количество Преданных Здесь Преданных Это те люди Которые Являются Последними Ведической культуры Не так много Наверное Процентов Я бы сказал Процентов Десять Это максимум Причем Это говорю Про тех Кто Здесь Остается На Ночной Город Кто Ночует Здесь А если Сравнивать С теми Людьми Которые Приходят Днем Сумасшедшее Количество Людей Очень Большое Количество Людей То Конечно Это будет Процент Один Процент Порядка Одного Процента И По сравнению С Фестивалем Ведической Культуры Которая Идет От Искона Ближайший Фестиваль Это Бхакти Сангама Который пройдет На Шатских Озерах С 28 Августа По 4 Сентября Куда Мы вас И приглашаем Друзья Там Конечно Атмосфера Более Скажем Более Духовная Почему Потому что Там 90% Людей Которые Являются Преданными Которые Глубоко Изучают И ознакомлены С ведейской Культурой И хотя бы Те И та атмосфера Атмосфера Она Более Более Такая Ведическая Более Духовная То есть Больше Заряжаешься Можно Больше Зарядиться Этой Энергией Энергией Ощущением Что Такое Ведическая Культура В нашем Пространстве И Тем не менее И там И там Хорошо Как бы Есть Разные Уровни Развития С моей точки Звения Разные Уровни Ознакомления С Духовной Культурой И Все они Хороши Такие Мероприятия Массовые Мероприятия Очень Хороши Тем Что Как мы уже Говорили Ранее Что люди Которые Абсолютно Далеки От Ведейской Культуры Могут Познакомиться С Ее Зами То есть Поступить В первый Класс Можно так Сказать И Получив Вкус Получив Вкус Можно двигаться Дальше Это мероприятие Которое Проходит Здесь В этом Большом Пандале Сегодня у нас 30 июля Мероприятие И последний День закрытия Будет Завтра Церемония Закрытия Окей В 19.00 Сегодня Большой Шатер Это у нас Большой Шатер Мероприятие На сегодня Замечательно Что здесь Еще у нас Есть Это Воскресенье Воскресная Большая Программа Здесь Здесь У нас Вечером Происходит И сон Одновременно Люди Здесь Отдыхают Это Помещение По совместительству И шатер И Зона Отдыха И Зона Мероприятий Таким образом Мы здесь Проводим Время То есть Если ты пришел Без палатки Палаточный город Очень большой Занимает Достаточно Много Времени Если ты пришел Без Палатки В принципе Можно С спальником Здесь Переночевать Ну даже И без Спальника Так же Это возможно Здесь Мы видим Джаганатха Очень хорошее Красивое Изображение Красочное Пойдем Которые Поближе Мои Счастливо с ней Очень уютно Мои личные ощущения Здесь очень хорошо Уютно Для людей Простых людей Которые Хотят Вкусить Духовную культуру И присоединиться К ней И вот Через такие мероприятия Которые Ненавязчивые Простые Неограниченные Какими-то Street rules Которые Существуют В других Духовных местах То есть Это Идет В Режиме Просто Летнего Лагеря Открытого Летнего Лагеря Как Ожок Придумали Запрелись Зонтиком Чтобы Не дул ветер Или Наверное Чтобы Не запрел Не на ступень Классно Так Интересно Так Студенческие Времена Народ Отдыхает Замечательно Доброе утро Доброе утро А вот Наш Джагадханава Джагадханава Божество Господа Кришны Очень красиво Ярко Прекрасно Изображение Кто-то Постарался Очень красиво Шикарно Окей Это частичка У нас В Палаточном Городом Частичка Палаточного Города Маленькая Частичка С большим Количеством Лидей Доброе утро Эй Привет Малыш Довольно Уютно Очень хорошо И Прямо На берегу На берегу Море Хотел сказать В ближайшее время Посещаем Одесский Сказочный Город Харикришна Праву Доброе утро Маленькое ощущение Маленький кусочек Что мы видим Это Палаточный Город Палаточный Город Замечательно Окей И На этом Мы Сделаем Паузу Друзья С вами был Ярослав Мудр Воронцов Больше информации О Духовных Фестивалях О лидической Культуре И о всем Что мы делаем Вы можете Найти на нашем Сайте Vedodom.com Vedodom.com С вами был Ярослав Мудр Воронцов Как всегда Желаю вам Любви Счастья Любите себя Любите всех вокруг Любовь вернется Вам в столице Вам в столице